Я тут ураганил по-за городом, и в принципе, чё я смотрю, вы видите, то же самое, что и я? По-моему, это рейндж-ровер, а? На свалке валяются выкинутые, вот-вот, серьёзно же, а? А перед просмотром видоса обязательно оцените канал Roaldips. Здесь вы найдёте прохождение игр Rime, Outlast 2, Mortal Kombat XL, а также смешные моменты из игры GTA 5 Online. Ссылочка будет в описании, обязательно переходите и подписывайтесь. Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, и сегодня у нас новенькая серия реальной жизни. Друзья, наконец-таки аж 5 дней прошло после того, как я перестал снимать вам реальную жизнь, потому что, друзья, я был немножечко занят, я покупал себе камеру, а для этого я зарабатывал, и, как вы видите, теперь просто на высоте у нас картиночка. В 4К буду снимать, и это реально очень круто, даже вот за вот это, я думаю, уже стоит поставить лайкосик, потому что теперь, ну, просто вот-вот-вот, вот как в реальной жизни всё просто замечательно, без какого-либо искажения. Всё на высоте, друзья, вот реально, мне очень нравится, а вам? Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам теперь вот сегодняшняя картинка, она будет у нас теперь на протяжении всех следующих роликов. Привет, собачка, ладно, друзья. Короче, у нас сейчас здесь ремонтируется тачка, как вы помните, я её отдавал, по дюшману её должны были сделать, немного там, в общем-то, поменяли двигатель, вроде как, поменяли некоторые подвески, точнее, не подвески, а некоторые обвесы и прочие-прочие, бампера вроде бы изменили. Короче, сейчас мы посмотрим на эту тачку, где она тут, а, вот она, офигеть, офигеть, они что, V8 поставили сюда? Серьёзно? Вы чё, серьёзно? Вы в эту Колумагу засунули самый мощный двигатель, который можно было бы засунуть? Охренеть, спойлер поставили, друзья, как вы видите, тут у нас чё, решётка радиатора новая, бампер вроде бы как, да, такой вот, более-менее гоночный стал, офигеть, Ох, нихрена себе, закись азота? Парни, да вы вообще красавцы, гляньте, какая Порша стоит, друзья, здесь реально классные тачки ремонтируются, вот это да. Кайман-С, друзья, Порш Кайман-С, блин, чувак, а можно я сяду в неё, блин, пожалуйста, я очень давно мечтал о такой тачке, пожалуйста. Так, ребятки, он разрешил, вы только гляньте, офигеть, вау, вот это да, вот это да, вау, офигеть, блин, чувак, а можно я Кругаля тут сделаю? Ой, а пожалуйста, я не разобью её, вот серьёзно, я прошу тебя, блин, он такой добрый, тихо, главное аккуратно, господи, нихрена себе тут тачка. Нифига себе она валит, друзья, но тут, кстати, ну как сказать, она в принципе, ну, туповатенькая, но зато она на разгон вообще жёсткая, вы гляньте. Вау, офигеть, оу, щит, все смотрят, друзья, вы только гляньте, все оглядываются на меня, офигеть, может мне, блин, в будущем как-то тачку такую подобную прикупить, а чё б нет-то, друзья? Она реально классная, ёпта на, сколько крутится-то, мне хочется понять. Семь до семи тысяч оборотов мы крутим, друзья, и она реально, она просто разрывает всё на своём пути. Вот это, блин, машина, ребята, вот это просто классно. Господи, ладно, надо уже свою забирать, потому что я не знаю, ну, как моя сейчас будет так же показывать себя на треке, но я думаю, будет реально классно. Блин, спасибо тебе, мужик, за отремонтированную точку, ты реально не так уж дорого взял, друзья, взяли пять тысяч баксов, так-так-так, теперь надо её, короче, сейчас протестировать, в принципе. Давайте, я не знаю, куда-нибудь в аэропорт, кстати, нам уже надо сегодня ещё и Настю забрать. Вот, кстати, я не говорил вам об этом, то есть Настя приезжает уже сегодня, и мы её должны будем забрать с аэропорта, тем самым ещё и, наверное-таки, протестируем эту точку. Не, ну, вы гляньте на неё. Вот это да! Офигеть! Ну, ребят, не сказать, что прям какая-то Порше на самом деле, двигатель немного послабее, он чувствуется, да, но всё равно она тащит. Она не просто тащит, она таращит всех нафиг. Вы гляньте. Вау! Вау! Дрифт-кар какой-то, друзья, вот серьёзно. Вау! Сори! Чувак, сори! Уйди, уйди, пожалуйста, не надо, мне менты сейчас не нужны. Капец, главное, чтобы не помял, мне там ничего не поцарапал, потому что будет вообще неинтересно, слушайте. Так, ну, вроде бы... Не, нормально всё, друзья, чуть-чуть его, видимо, мы спойлером так поддели, да? Или, подождите-ка. Не-не-не, всё нормально, так, отлично. Так, не-не-не-не, собака, я тебя даже не буду трогать, дружок. Нормально всё, не ссы. Короче, друзья, я вот хочу её прямо сейчас где-нибудь проэкспериментировать. Давайте в аэропорт съездим, да, реально. И там как раз-таки встретим нашу Настю, почему бы нет? Блин, ёпта! Кто стреляет? Кто стреляет? Офигеть! Блин, я ещё и нарушаю по скорости. Тихо, тихо, нормально. Нормально, друзья. Там капец, такое, что было, я не знаю, там то ли разборка какая-то была, но это было просто как-то не вовремя, и я немного испугался, друзья. В принципе, приехали, Настя приезжает где-то к пяти вечера, поэтому у нас есть, чё тут у нас? Сейчас, сейчас дня, поэтому у нас есть ещё четыре часа для того, чтобы проэкспериментировать. Нашу точку, тем более я здесь работаю, мне кажется, что должны, ну, впустить без какого-либо сейчас, там, выяснения обстоятельств и прочее. Так, чувак, а, ну, в принципе, он меня знает, поэтому нормально, мы можем здесь как раз-таки и поураганить. Так, друзья, говорю, смотри, как это работает на холостых, как-то странновато, слышите, да? Либо мне так кажется, но вроде бы обороты не плавают, но... Чё-то, чё-то как-то вот сомнения у меня всё же берут, типа хреново настроили. Ну ладно, в принципе, давайте попробуем поураганим на ней, чё б нет-то. Сейчас немножечко тут поддадим ей жару. Ё-моё, друзья, но она вроде бы едет. Вот это да, вот это так, тача! Тихо, тихо, тихо! Главное сейчас, друзья, не разбиться. Нам этого пока что не надо. Так, ладно, давайте сейчас в одну сторону, потом в другую. В принципе, можем замерить, да, с какие... Точнее, за сколько секунд она доезжает и вообще разгоняется до сотни. Вот так вот, друзья! Нифига навалит! Нифига себе навалит! Вот серьёзно, двигатель давно надо было менять здесь. Вот-вот-вот это да, вот это тачка, друзья! Так, давайте, наверное, до сотни замерим. Прогреем сейчас немного резинку. Так, 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 так. Вот так вот, вот так вот. Я думаю, что этого достаточно, окей. На счёт три. Раз, два, три. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, друзья, где-то около семи... Вон, вон, у меня даже радары заработали. Около семи секунд наша тачка разгоняется до сотки. И это реально классно, друзья. Вот серьёзно же. Так, а чё там стоит у нас? Друзья, вот это моя ласточка, только... Что с ней такое? Вы видите? Нифига себе. Нифига себе, друзья. Вы только посмотрите на это. Стёкла побиты. Ну, вообще, я на вот этой вот ласточке как бы летаю. Ну, а какого фига она не в ангаре стоит? Вот я почему её удивился, сюда подъехал. А во-вторых, почему она, во-первых, умятая и ещё стёкла побиты? Что с ней стряслось-то, интересно мне знать. Так, ладно, ну давайте, наверное, позвоним моему директору и узнаем, потому что у меня, задор, как бы, рейс должен быть. А если она разбита, то на чём я вообще полечу, как бы, да? Давайте сейчас узнаем. Так, ребят, короче, позвонил я ему, узнал, сказал, что на нём работал другой пилот. Ну, на этой ласточке, на моей, на моём самолётике. И он встретился со стаей птиц. Это было просто жесть. Там он чуть не разбился, друзья. Еле-еле, в принципе, он успел. Ну, это, в принципе, было где-то здесь. Он еле успел, в принципе, посадить нашу ласточку. И вроде бы как остался цел, но, ну, как вы видите, тачку... Чё за взрывы опять? Тачку нужно будет ремонтировать. Ну, господи, тачку, а самолёт нужно будет ремонтировать. Да и ещё он сказал мне, типа, да чё за взрывы-то? Он сказал мне, что, друзья, почему я нахожусь именно на рабочем месте? Потому что меня там быть вообще как бы не должно. И выгнал меня с полосы, поэтому мне пришлось уехать. Я думаю, сейчас где-нибудь поехать, не знаю, за городом поураганить. Почему бы нет, как раз и ментов не будет. Чё за взрывы-то, блин? Я офигею просто, друзья. Какой-то криминальный район. Короче, погнали, наверное, пока что за город. Я думаю, время пока что у нас есть. Часочек поураганим. Посмотрим, протестируем её. А потом уже подумаем, чё делать дальше. Я тут ураганил по-за городом. И, в принципе, чё я смотрю? Вы видите, то же самое, что и я. По-моему, это рейндж-ровер, а? На свалке валяется выкинутый. Вот-вот, серьёзно же, а? Я тут, короче, ехал-ехал, бах. Смотрю, чёрное чё-то присмотрелось. Вроде бы рейндж-ровер убитый. Давайте посмотрим, может, он продаётся? Купим его, да и делов-то восстановим, может быть. Или чё тут с ним вообще? А-а-а! Понятно, друзья. Вы только гляньте, чё с ним произошло. Охренеть. Ну, видимо, он... Чё с ним вообще было? Походу, он вылетел в кювет, я так понимаю, да? Его тут хорошенечко так подряпало. Перевернуло. Офигеть, друзья. Вот это да. Ну, кстати, в салоне-то ничего так выглядит, да? Вроде бы даже и целенький весь салончик. По-моему, даже новенький, да? Вроде бы как. Так, хотя вот с виду, да, видимо, какой-то мажорик не въехал, не вписался в поворотик и вот так вот вылетел. А чё, может, он продаётся? А давайте попробуем, посмотрим, поспрашиваем. Короче, ребята, я поговорил с главным на этой свалке. И я могу сказать одно, этот рейндж-ровер был подкинут ночью. Он никому не нужен, стоит уже тут около недели. И я ему дал 50 баксов для того, чтобы он его сохранил. А завтра мы его заберём, потому что реально классная тачка. И если мы, ну, в принципе, разберём его хотя бы по запчастям, может, продадим, а может быть, даже восстановим. Мы посмотрим, что там по бюджету у нас будет. В принципе, вы посмотрите, V12, битурбо. Это, блин, вам не хухры-мухры, это вам не в компот ссать, друзья. Это реально тачка просто заряженная. Она должна ураганить по полной, не то, что вот эта. Ладно, друзья, сейчас едем, встречаем Настю. А завтра, может быть, даже и сегодня мы вернёмся и заберём эту тачилу, отремонтируем или же просто по запчастям её продадим. Чё б нет-то? Да, погнали. Привет, Настя. Привет, Дим. Наконец-то я дождался, пока ты приехала. Блин, уже столько времени, скучаю по тебе. Как у тебя дела вообще? Рассказывай, чё да как там. У меня всё отлично. Я вот, как видишь, приехала. Свадьбу сыграли у сестры. В общем, это было очень здорово. Я смотрю, ты оделась как раз-таки по-летнему, да? Видимо, купалась там, что ли? Ну да, там было жарко. Нормально тебе. Ладно, давай грузиться, короче. Вот моя новая тачка. Пока что будем на ней кататься. И по дороге всё расскажу. Да-да-да, я расскажу тебе про неё. Ну, как тебе тачка? Блин, она офигенная. Хочешь, тебе её подарю? Ну, хочу. Потому что я буквально, вот как только тебя ехал встречать, я на ней ураганил. Ну, как бы я её отремонтировал немного. Вставил сюда новый двигатель и прочие ништячки. И я её решил испытать. А как только я её испытывал, я возле свалки нашёл Мерседес. Гелик. Ты представляешь, гелик брошенный. Как так? Ну, его кто-то просто ночью, видимо, разбил и выкинул. А, блин, если мажоры, сама, понимаешь, как бы гелики, они там, наверное, каждый день меняют, как ты, носки свои. Что? Ну, ничего страшного. Короче, слушай, если я его отремонтирую и, в принципе, заберу себе, то я буду кататься на гелике. А тебе вот эту вот дам тачку. Ну, я её, конечно, немного приглушу, чтобы ты на ней не разбилась, потому что она очень мощная. Нет, давай не надо. Ну, оставь её такой, как есть. Нет, я её приглушу, потому что я боюсь за твою жизнь. Ну, а потом, в принципе, отдам тебе её. Короче, ну что, у тебя там всё нормально было? Как там твоя сестра вышла замуж? Рада, не рада? Прекрасно, она вышла замуж за миллионера. Она счастлива, они живут в собственном доме. Нормально. Ну, кстати, она беременна. А, ну, понятно. Короче, она там нам в гости не собирается, а то нам как бы денег надо немного. Я думаю, она бы подарила. Ну, не знаю. Мне кажется, потом как-то, когда ребёночек родится уже. Ну, в принципе, я думаю, да. Если ещё приютим, поэтому если что будет звонить, говори там, приютим, всё будет нормально. Хорошо. Затусим такую тусу, устроим просто жесть. Ладно, друзья, наверное, на этом, я думаю, стоит закончить, потому что действительно серия получилась офигенная. Ставьте обязательно лайкосик за новую камеру. Реально, всё просто теперь супер. Обязательно ставьте лайкосик для того, чтобы вышла следующая серия. Давайте наберём 5000 лайков, и сразу же вы получите новую серию. Извините за такую вот маленькую задержку. Я же говорил, я зарабатывал на новую камеру. Ну, и вот теперь вот такие вот у нас будут итоги. Всё, друзья, напоминаю, если вы желаете попасть ко мне в друзья в ВКонтакте и общаться со мной, то обязательно репостайте вот эту вот запись с этим видосом с моей официальной странички ВКонтакте. И всё, в принципе, вы уже будете в друзьях. Ну, я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok